добрый день дорогие друзья всем добрый добрейший веселейший австый день сегодня шестое ава шестое число минахим то да хотя минахим а он дал он такой месяц не веселый до 1 его половина которыми сейчас находимся он не веселый такой но значит все равно раз мы учим тору тора она нам дает радость хотя вот я вам говорю что не зря же сейчас сказали прям закон такой да что мы уменьшаем сейчас в радости в эти дни это такие полутраурные дни они так и называются мы сейчас находимся в полутрауре видите в черной рубашке значит они в белой все полутрауре мы находимся но продолжаем изучать тору значит продолжаем изучать тору сегодня сегодня мы находимся сейчас я открываю все шестое минахим ава и рассказывает нам книга о йом-йом что после своего возвращения с петербурга где он находился под арестом альтер рэбэ альтер рэбэ это первый рэбэ старый рэбэ называется да старый альтер это старый рэбэ основатель движения хаббат он выходит он из под ареста и своему сыну который будет следующим рэбэ после него сказал написано в псалмах так вознесите руки ваших святости и благословите бога из сиона благословить тебя бог создатель неба и земли так написано в салмах до 4 6 секундочку это можете проверить 134 псалом можете открыть там так написано он говорит ну что это значит сейчас я тебе объясню говорит он так возник вознесите руки ваших святости соответствует подъему эмоции к интеллекту и их озарению разумом то есть человека есть эмоции и вот тут очень интересная вещь вот чувствую чек допустим в сердце грусть значит он берет эту грусть поднимает как бы да он и осознает эту грусть и у него это грусть он понимает чем грустит потому что иногда бывает что человеку грустно а почему грустно непонятно и когда ты ее поднимаешь эту грусть к разуму значит ты когда-то эмоцию поднимаешь начинаешь ее исследовать интеллектуально ты понимаешь почему она пришла дальше даже написано и благословите бога благодаря проделанной работе происходит раскрытие света очень высокой святости имени творца из и как следствие все на благословить тебя бог речь идет раскрытие имени творца в душе самого человека благодаря этому поддерживается существование миров это зашифровано в словах создатель неба земли то есть тут очень-очень такая непонятная вообще схема обычный человек как живет тут он живет живет он все время в поиске чего-то да возьмем человек который живет не в религиозной концепции он проснулся думает так надо надо поесть поел надо денег заработать с кем там с кем-то встретился надо то тут меня туда вызывают сюда вызывает то есть он весь в таких вот в каких-то действиях в делах теперь и тут ему грустно обычный человек если ему грустно он исследует думает наверное что-то у меня не ладится в жизни теперь религиозный человек он совсем не в той концепции живет он живет концепции что все от всевышнего и его главное занятие в этой жизни это выстраивать диалог с богом с творцом да и вспоминая всевышним вспоминая всевышним что есть бог творец и я во мне есть душа душа мне это главное есть у меня животное тело есть у меня злое начало которое меня меня совращает есть внешний мир который захватили люди со злым началом да обычно ну вот если мы посмотрим кто сейчас у власти до в мире то вообще очень кстати не очень хорошие люди которые готовы убивать друг друга воевать там все бизнесы бизнесы да такие алчные люди которые управляют этими всеми бизнесами большими шоу-бизнесом да например в компании сейчас которая которая главная компания в шоу-бизнесе ну одна из главных это дисней в дисне нет ни одного нормального человека в руководстве что я имею ввиду нормальным человеком с традиционной сексуальной ориентацией с традиционной семьей с традиционными детьми ни одного можете себе представить то есть те люди которые управляют и создают детские фильмы они сами по себе это люди которые извращенцы все они извращенцы представляете кошмар как так может быть и вот значит понятно то есть внешний мир это просто он 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 ну такое место опасности значит его человек который верующий он значит говорит всевышний как же мне себя как же мне быть святым и он поднимает руки к святости и ему когда грустно он он об и поднимает это исследует и говорит все для всевышнего и всевышний в этот момент написано что делает открывает ему имя свое то есть человека в душе тогда идет божественный свет и он такой радостный и счастливый ему открывается знание всевышним он видит что все это такая шелуха и иллюзия а на самом деле все отлично и он такой радостный и счастливый идет дальше молиться работать заниматься детьми то есть принципе можно себе выстроить мир микро мир такой до святой и много людей это сумели сделать то есть как ноах когда-то то истории нам дана модель когда весь мир он полностью извратил свой путь всякая плоть извратила свой путь то ноах он был садик он оставался один садик он правда не с тем не общался строил себе ковчег потом он зашел в ковчег и весь мир утонул вот примерно также будет с этим миром потому что человек то есть если мир идет не по законам бога то он исчезает все вот то что сказал рэбе альтера рэбе когда вышел из тюрьмы и тоже теперь понятно понятно да почему начинается вот он вышел из тюрьмы и своему сыну это сказал муж а когда ты находишься в тюрьме это непонятно то есть ты служишь всевышнему ты святой человек ты распространяешь знания о боге я тебя в тюрьму кидают это разве приятно это вообще неприятно но он в этот момент он понимает что насколько сильные силы зла насколько нужно усилия чтобы выйти к святости и он сыну говорит послушай когда тебе грустно и ты поднимаешь поднимаешь вот это чувство к ко всевышнему то тебе не будет грустно не в тюрьме ни в ни в каком высшее проявление святости это рабе атива которого убивали римляне раздирали его такими ключами и ученики его спрашивают это тора говорят это награда за тору ты который полностью самоотверженно всю жизнь отдал служение всевышнему тебя римляне разрывают час убивают а он им говорит и говорит я всю жизнь об этом мечтал я когда говорил шмае сраэль что будь готов за бога умереть отдать свою душу нельзя же умирать а тут у меня есть возможность умереть так это вообще джекпот я просто рад это рабе атива говорил ангелы в это время спрашивали бога это он ответил ученикам рабе атива ангелы бога спрашивали это тора это награда за тору они говорят как же так самый святой человек рабе атива его убивают сейчас страшной смертью а еще было 9 других мудрецов которых которых тоже убили римляне там кого сожгли кого там четвертовали то есть римляне были такие знаете они если сейчас говорят что люди жестокие то римляне у них было развлечение они ходили по воскресеньям в этот самый в колизей да смотрели как гладиаторы друг друга убивают классно а давай на них зверей пустим давай слушайте сегодня так интересно было леопарды и вот так разорвали вообще и дети маленькие на первом ряду сидят римские дети значит смотрят как леопарды человека разрывают да это вот эти вот римляне животные да такие были просто ужас какой-то и значит вот эти римляне разрывают мудрецов святых людей которые мухи не обидели за свою жизнь которые только делали добро и и ангелы спрашивают бога это тора это награда за тору а богом отвечает знаете что бог ответил богом ответил так он им сказал молчите говорит или я сейчас разрушу мир очень удивляются мудрецы прямо это в талмуде записано этот ответ бога очень очень удивляться мудрецы этому ответу и говорят а что бог им сказал они задают вопрос вот святые люди а их так жестоко убивают а бог им отвечает он он им не отвечает он рот закрывает говорит молчит или я разрушу мир так мудрецы они говорят нет говорят это он им ответил вы просто ответ его не поняли самый красивый я видел ответ есть несколько вариантов что бог им ответил просто мы ж не ангелы мы так с первого раза не понимаем молчит или я разрушу мир но очень красивый ответ по моему это видел раф пинкуса есть такой равен он говорит так есть у каждого поколения у каждого поколения есть уровень добра уровень духовности уровень связи с богом которое это поколение вырабатывает да то есть каждом поколении грубо говорят а вот живет на земле там сто процентов людей из них десять процентов цадики праведники которые делают только добро 10 процентов злодеи такие там чикатилы которые делают только зло и 80 процентов людей которые это зло то добро то зло то добро то те они но как бы колеблющийся теперь у мира стоят предохранители если весь мир идет сторону добра и добра много вырабатывается то это как такую есть этот называется прибор, прибор этот называется, который при темпе, термостат, термостат духовности, значит термостат, если добро зашкаливает за там какую-то цифру, например, 80-90 градусов, как тепение воды, то есть если добра становится больше и больше, то мир переходит на следующий этаж, приходит Машеах, спускается с неба третий храм, и мир переходит на новый уровень духовности, все, значит, выиграли. Если в уровень духовности падает меньше там 20 градусов, да, или там 10 градусов, то происходит точка замерзания, у мира нету, нет тепла, чтобы существовать, и мир рушится, все, то есть неудачная попытка, значит, game over. И когда в том поколении, когда мудрецов римляне пытали и убивали, это было уже, разрушен был храм, уже евреи были в изгнании наполовину, уже там, ну, римляне, понятное дело, они уже построили в 70-м году Колизей, как раз когда они разрушили храм, сразу после этого они построили Колизей. То есть уровень духовности мира был просто вообще уже близок к нулю. И в этот момент были мудрецы, 10 мудрецов, все они были такие, как Раби Атива, который Раби Атива говорил, да я готов за Бога умереть вообще, то есть мне, мне как бы вообще, вот это мое тело, это моя жизнь, весь этот мир ничего не стоит. И каждый из них, из этих 10 мудрецов, которых пытали, убивали, а они прославляли Всевышнего в это время, он своей смертью вырабатывал сразу же там, как атомная бомба духовности, да, был такой взрыв духовности. И Бог говорит, смотрите, я же могу остановить это, то есть я, если сейчас их не убьют, то я могу это остановить, но тогда мне придется уничтожить мир. Как бы в программе мира заложено, что мир, что мир разрушится, если не будет в нем духовности. Теперь, что интересно, есть, как раз мы будем сейчас на 9 ава читать про вот этих смерть, этих 10 мудрецов. Было так, когда им присудили, что их будут римляне убивать, то был из них последний, по-моему, Раби Шмолева звали, он был последний первосвященник, Коин, и он поднялся, поднялся он на небо, он прямо умел заходить туда в самой высоте выси, и, значит, вернулся, и им говорит, постановление вынесено, что нас убьют. Так они могли отменить постановление, у них была такая сила, но они приняли, то есть Бог сказал, значит, так. То есть они готовы были пожертвовать собой ради того, чтобы мир существовал дальше. Это Бог ответил ангелам, молчите или разрушу мир, он им сказал, да. То есть, говорит, вы считаете, что это несправедливо, вы считаете, что действительно эти святые люди не должны так умирать в пытках. Значит, я останавливаю сейчас их смерть, и мир исчезает. Это был его ответ. Хорошо, значит, теперь вторая книга. Вторая книга, которую мы изучаем, называется «Обретение неба на земле». А нам-то как быть, да, я думаю, что мы не как раби Атива и не как эти десять мудрецов, но и не как римляне, которые убивали там, их разрывали на части. Мы, простые люди, хотим неба на земле, чтобы у нас было. Значит, книга нам говорит так. Как учит Бальшемтов, в небесном суде никто не может судить вас за то, что вы делали, пребывая на земле. Как это происходит? Как происходит суд, вот говорят, человек умирает, его там судят, да, за его жизнь. Он объяснял так, Бальшемтов, вам показывают чью-то жизнь, все ее достижения, все провалы, верные решения, дурные поступки. А потом спрашивают, так что следует сделать с этим человеком? И вам надо вынести свой вердикт. То есть, не вас судят, а вы становитесь судьей. Показывают чью-то жизнь, вы судите, а после этого выясняется, что тот, кого вы судите, это и есть вы. И, конечно, он продолжал Бальшемтов, тот, кто склонен судить других не очень строго, он определенно выиграет. И поэтому лучше уже сейчас учитывать это. Мы уже много раз учили этот принцип, что та мера, которую человек меряет другим людям, меряет ему с неба. Это один из главных принципов Торы. И когда человек, он судит другого с хорошей точки зрения, то есть, он придает всему такую позитивную окраску, да, то есть, он так позитивно смотрит на вещи, он находит каждому оправдание. Он такой, очень с позиции адвоката. Вы дан, коли адам, судить каждого человека легка всхуд, с хорошей стороны. Значит, в этот момент он к себе лично пробуждает такую же меру суда. И это то, что нам сказал Бальшемтов, то есть, если ты хочешь, чтобы у тебя была хорошая жизнь небеса на земле, суди каждого с хорошей стороны. Лучше вообще не судить, как советовал Гилель. Он советовал, альтадинет хаверха, адшитаделемикому. Не суди ближнего, пока не попадешь на его место. А потом нам добавил Юшо бен Прахи. Он сказал, что, а вы данет, коли адам ли кавскуд, суди каждого человека с хорошей стороны. И если уже ты судишь, суди с хорошей стороны. А лучше вообще не судить. Такой у нас совет был, как получить небо на земле. И теперь недельная глава, книга Дворим, говорит, Мошер Абену продолжает увещевать народ Израиля. Он это делал только уже перед смертью. Почему он это делал только перед смертью? Потому что, когда ты увещеваешь какого-то человека, то у него он все равно обижается. То есть, он как тут ни крути, он обижается. И потом он может уйти от тебя. И потом он может вообще упасть еще ниже. То есть, в увещеваниях, ну как бы, мы не можем не увещевать. Всегда есть надежда, что человек исправится. Но надо знать, что, как бы, есть по статистике, по психологии, по всем делам, когда ты человека увещеваешь, то он обидится. То есть, он может и исправиться, но на тебя обидится. То есть, ты, может быть, он тебя услышит. И почему шансов, что он тебя услышит и исправится, намного меньше, чем то, что он на тебя обидится и не исправится. Вы можете полностью провести статистику по своей жизни. Когда вы хотите в себе исправить какую-то черту, какое-то качество, убрать какую-то плохую привычку, то даже при вашем желании, осознании, признании, обещании, намерении и так далее, чаще не получается, чем получается. Поэтому, тем более, когда вы говорите человеку о его ошибке, которую он, возможно, не считает ошибкой, а даже если он с этим согласен, тогда он тоже старался исправить. Если он не исправил, то есть, если он согласен, что он делает что-то плохое, то тогда он, наверное, хотел это исправить. Если он не согласен, что он делает что-то плохое, значит, он тем более не будет это исправлять. То есть, само по себе увещевание, оно, ну, маловероятно, что оно что-то изменит. Но вот Машарабену перед смертью все равно он увещевал еврейский народ, И он нам дал Тору, он думает, вот сейчас будут на ВАИКРО-платформе 3 августа 6 августа изучать эту главу. Так я скажу на всякий случай, он же знает, что Тора на все поколения. И он говорит, Значит, здесь идет продолжение, он говорит, вот вы на 9 августа, когда вы отказались заходить в землю Израиля, вы плакали, что вы говорили? Вот ваши дети малые, они говорили, дети наши малые, они станут добычей в этой войне. И сыновья, которых вы сказали, которые не познали добра и зла, вы сказали, что они не зайдут и все. Он говорит, а они-то зайдут, вот-вот, смотрите, вы же заходите. А вы тогда говорили, что не получится. И Бог сказал тогда, вы возвращайтесь в пустыню и 40 лет будете в пустыне. А вы что сказали? Значит, вы сказали, что все, мы согрешили, что мы поняли, и пойдем мы сразимся. И вы пошли, и решили вы сами идти теперь силой на Израиль, да? То есть было как? Они подошли к земле Израиля, послали разведчиков, разведчики вернулись. Двое, Юшуабинун и Калев сказали, что мы победим, а десять сказали, мы не победим. И что? Говорит, вы всю ночь плакали, что мы не зайдем. Потом, когда я сказал от Бога, передал вам, что Бог сказал, что все, возвращайтесь в пустыню на 40 лет. Вы сказали, мы пойдем теперь. Решили вы зайти. И сказал Бог мне, воем ирашем илая, скажи им, не подниметесь вы в землю Израиля, потому что я не в среде вашей, без меня вы не сможете. И не идите, даже не пробуйте, чтобы вас не поразили ваши враги. То есть победа в войне от Бога. Сус Муханли Милхама написано, что конь приготовлен для войны, а победа, она от Бога. И даже сейчас в войне победа от Всевышнего. И очень важно, очень важно, прям конкретно, важнее всего, может быть, вот то, что мы молимся, чтобы война закончилась, чтобы ушли захвачить из захваченных территорий, чтобы перестали убивать людей. И что, значит, от чего зависит результат? От Всевышнего. Результат в войне всегда зависит от Всевышнего, и результат в жизни зависит от Всевышнего. Но Всевышний, он же не так хочу, там, Всевышний дал нам законы и правила, как правильно жить. Если ты живешь правильно, выполняешь волю Всевышнего, выполняешь заповеди, то тогда твоя молитва становится сильной, и Бог, значит, Он может тебе дать удачу. Значит, Бог сказал тогда, Машаравену продолжает, Бог сказал, что вы не зайдете и не победите. И говорил я вам, но вы не послушались, и дерзнули вы, взошли на гору. И что? Вы отца и мори, вышел тогда, и морейцы вышли, которые сидели на горе против вас, и гнали вас, преследовали они вас, как делают пчелы. И разбили они вас на горе Сир. И вы возвратились в это шоу, в эти вкули в Ниашем. И вы возвратились, плакали вы перед Богом, и не слышал Бог ваш, не слышал Бог вашего голоса, и не внимал вам. Это в первой главе в Мишле, в притчах царя Соломона написано, прям первая глава, вот почитайте. И там написано, что Бог говорит тогда, я вас предупреждал, 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 а вы не слушали. А потом вы меня искали, вы ко мне взывали, а я точно так же не отвечал вам. Мера за меру, все, что человек делает, ему возвращается. Вы не слушали слова Всевышнего, вы не хотели выполнять его заповеди. Потом вы взываете, помоги, 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 а Бог тоже не слышит. В общем, Ашер Абейну продолжает увещевать народ Израиля. И, значит, пишет он, и вернулись мы в пустыню, обратно к Красному морю, которое мы вначале перешли чудом. И, значит, крутились мы там, вокруг этой горы Сир, много-много дней. 40 дней в пустыне они крутились. Все, дорогие друзья, чтобы каждый из нас вернулся ко Всевышнему, выполнял его заповеди, молился, и чтобы Всевышний ответил нам на нашу молитву. А мы, чтобы та мира, которую человек меряет, меряет ему. Значит, хотите, чтобы на вашу молитву ответили? Молите за других. Хотите, чтобы Бог вам помогал? Помогайте других. Хотите, чтобы было выздоровление? Молите, чтобы у других было выздоровление. То есть очень важно этот принцип прям запомнить и применить. И с Божьей помощью в заслугу наших уроков закончится война прямо сегодня. Прямо конкретно нужно, вот это очень сейчас такая странная ситуация, что ни с одной, ни с другой стороны, ни в мире, ни в Европе, ни в Америке никто не говорит за мир. Это очень странно. То есть нужно прям всеми силами решать вопросы нужно мирно. Миром, переговорами и так далее. То есть это очень странно. В Израиле после недели, когда идет ракеты, ракеты, все садятся за стол переговоров. Хоть это террористы, Хамас там и так далее. Сейчас как бы война раскачивается, раскачивается, раскачивается. То есть нужно прям конкретно. Всем нужен мир. Все. Удачи, успехов. И чтобы злодеи или справились, или чтобы они исчезли.